Я не ходил на эту пару. Спал в общежитии, но я думаю, точно не я. Ё-моё! Но это можно не вставлять. Молодость летит, светлая птица, Так прекрасны твои дни, Но календарь теряешь страницу. Всем привет, меня зовут Лёша Буторин, и я победитель всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Вообще, я родом из города Котельнича, Кировской области. Это небольшой населенный пункт, где 25 тысяч населения. У нас там буквально 5 школ всего находятся, и я пошел по стопам моего брата, поступил учиться в первую школу. Первые три класса я учился на отлично, получал даже похваленные листы, где все одни и пятерки были, но потом с четвертого класса я там... Все равно там есть этапы взросления, когда сначала занимаюсь учебой, а потом уже общение с сверстниками и так далее. И с четвертого класса, четвертый, пятый, шестой класс я общался с ребятами, мы гуляли, ходили по льду на речке, где нас потом за это учитель сильно ругал. Ну, там за школу, короче, с ребятами общались. Ну, в общем, у нас, так как город небольшой, большого количества занятий много не было, поэтому мы гуляли по улице, с пацанами там по однокосам играли, футбольщик и так далее. Из-за этого у меня учеба потихоньку пошла на четверки-пятерки. Но к учебе я относился очень тщательно, подходил к заданиям, потому что у меня мама бухгалтер, она прям меня после школы заставляла делать домашние задания, потом уже у меня как бы это вошло в привычку. И участвовал в олимпиадных конкурсах по математике, по физике, по химии. У меня вот эти предметы давались мне лучше всего. Потом, когда началась вот химия, начал участвовать в олимпиадах, переходил на городской уровень, потом областной уровень. Там больше уже упор у меня пошел на учебную деятельность и начал участвовать в олимпиадных конкурсах. В 10-11 уже в старшей школе начал побеждать на городских конкурсах, на областных. И у меня вот с математикой, физикой, химией шло все хорошо. Поэтому эти предметы я выбрал как основные. Параллельно этому я все равно продолжал гулять с ребятами. Но я уже, ну как бы у меня было такое воспитание, что алкоголь, сигареты, это не для меня. Я, конечно, попробовал, мне не понравилось. А я пошел в другое направление. Мы больше занимались на турниках. Мы после школы в перемены с друзьями выходили либо в спортзал, либо в турники, на турники. И там делали лесенку, подтягивания. И параллельно учился. То есть у меня вот школа буквально была выстроена так, что я ходил на занятия, потом на турники. Так как я жил еще в деревянном доме, после школы все ребята шли гулять, а у меня была печка. То есть мне нужно было топить печку. И я уходил туда, носил дрова, в общем, топил печку. А потом уже вечером выходил с ребятами позаниматься на турниках. Вот, у меня примерно такие воспоминания о школе. Так как я занимался параллельно спортом и учебой, в учебе у меня было все хорошо. А к спорту я пришел после того момента, когда у нас был урок физкультуры, и мы там бегали, какой-то забег, километр или три километра. И я прибежал последним, и мне это прям сильно не понравилось. То есть все ребята такие сказали, ну, типа, ты там. А еще такой полненький был, то есть человек такой маленький, это маленький-пухленький. Вот, и мне это не очень понравилось. И я вот помню, что я сидел за компьютером, играл в какую-то игру Агарио, вот там, знаете, какие-то шарики, в общем, надо кататься, короче, и съедать большие шарики, да, Агарио называется. Вот, и в тот момент я просидел там буквально 6, там, либо 8 часов за этой игрой, и подумал, что надо что-то менять, короче, и пошел просто отжиматься, как-то это, сбавлять свой вес. Вот, и из-за этого я там начал заниматься с ребятами на турниках, вот, и как-то пришел к этому постоянному занятию на турничках. Уступление в университет началось с того, во-первых, как я выбирал те предметы, которые я буду задавать к ЕГЭ, и вообще свою направление и специальность. Так как я уже рассказал, что занимался я активно участием в Олимпиадах, для меня очень хорошо давался такой предмет, как химия. Я участвовал, как сказал, уже в городских, потом и на область я выезжал, там занимал призовые места по химии. У меня учитель просто сильный был, она меня подготавливала там даже в каникулярное время. Вот, из-за этого я выбирал, соответственно, предметы, связанные с точными науками, это, ну, русский язык, это как база, русский язык, математика, профиль, химия и физика. Вот, так как к химии я очень хорошо подготавливался, задавал, решал Олимпиады, у меня удалось сдать ЕГЭ на 100 баллов. Вот, ну, как бы, тут варианты, да, варианты были простые, то есть можно было подаваться почти в любой университет нашей страны. Я рассматривал разные варианты, точно не Кировскую область, потому что, посмотря на своего брата, то есть где он отучился, потом куда он устроился, я выбирал все-таки не Кировскую область, потому что я видел другие перспективы, например, в Нижегородской области, либо там в Санкт-Петербурге, Москве. Вот, рассматривал разные варианты, посмотрел на университет Лобачевского, подавал на несколько направлений, это химия, это радиофизика и еще информационная безопасность радиолокационных систем, что-то такое. Вот, и с физикой у меня тоже все, в принципе, нормально было, но посмотрел свои перспективы, думаю, с физикой там идти либо инженером, либо куда-то на завод, а химиком это более какое-то творческое направление, где можно там создавать новые вещества, что-то там придумывать, поэтому я выбрал химию. Вот, когда я поступил в университет Лобачевского, так как я иногородний, в первую очередь мне важна была место в общежитии, я пришел туда в правком, ну и, конечно же, сказали, нет места в общежитии, иди заселяйся, ну, в общем, типа мы рассматриваем вашу заявку, так как большой конкурс, нужны там и социальные квоты и предоставляются и так далее, то есть мы пока рассматриваем эту заявку, и поэтому вот в конце августа еще мест в общежитии не было для этого. В университете Лобачевского до этого был профилакторий, куда меня заселили на смену, на первую смену там кормили, в общем, я там жил, но там не было ни холодильника, ни какой-то плиты для готовки, в общем, короче, вот первые моменты студенчества были такие, но там было прикольно, то что много ребят было новых, все первокурсники, много с кем заобщались, я там активно начал заниматься спортом, начал вообще искать в Нижегородской области какие-то спортивные сообщества, где развиваться там воркаут, какие-то уличные направления, потому что я в школе занимался этим, мне хотелось продолжать этим заниматься для поддержания своей формы физической. Вот. По учебе все пошло как бы спокойно, в общем, ходишь на пары, понимаешь, что на эту пару можно не ходить, я не ходил на эту пару. Спал в общежитии, когда уже переселился в общежитии, но, в принципе, как и большинство студентов, так и дело, то есть, если понимаешь, что можно не ходить на эту пару, зачем на нее ходить, если ты так все сдашь. Вот. Это первый момент студенчества, в правкоме сразу сказали, ты активный парень, давай вовлекайся в общественную жизнь, поэтому я сразу же поехал на первый выезд в университет Лобочевского, это ДНК основы жизни было для активной молодежи, вот именно студенческой, где какие-то новые знания, получил навыки, познакомился с общественной жизнью университета. Вот. И постепенно у меня фокус смещался на общественную жизнь в университете, а не на учебную деятельность, поэтому, подходя к концу своего обучения, образования в университете, я больше погрузился в какую-то общественную деятельность, особенно с уклоном на спорт. А с химией я понял, что это все-таки не тот профиль, в котором я бы хотел развиваться. Ну, конечно же, если брать всю студенческую жизнь, все четыре года, которые я обучался, самая значимая победа для меня, это было все-таки в всероссийском конкурсе для студентов «Твой ход». Но до этого у меня еще одна была победа, которая мне прям радость приносила. Это тоже победа в денежном эквиваленте, потому что это максимально такие победы, которые приносят радости. Вот. Хотя не всегда. Это был конкурс от «Альфа Шанса», от «Альфа Банка», где нужно было показать свои благодарственные письма, свои достижения. В общем, это конкурс для первого-второго курса. Там тоже была стипендия первые два года по 10 тысяч рублей. Вот. Это такая первая победа в университетской жизни. Одна еще победа, такая значимая для меня, это «В твоем ходе». Буквально, когда я узнал о этом проекте, это у нас было собрание в актовом зале для студентов «Лобача», где просто рассказывали об этом конкурсе. Я пришел туда, послушал, думаю, блин, надо поучаствовать. А еще сидел со своим знакомым из общежития, он сказал тоже, давай, типа, мы еще так договорились с ним, что если побеждаю я, я ему отдаю 50 тысяч рублей. А если он побеждаю, то он отдает мне 50 тысяч рублей. Все, мы договорились такие, давайте поучаствуем, участвуем. Ну и как бы мы друг друга вообще подбатривали, что типа ты подал заявку, либо там, либо я подал заявку и так далее. Ну, чтобы мы как бы следили, отслеживали эти моменты, что действительно каждый пункт выполнен. До 31 мая нужно было подать заявку, а это был какой-то праздник, в общем, на площади Минина. Я помню, что я гулял и думаю, надо подать заявку, точно, 100% успеть. Я вот буквально со своей грантовой заявки, свой проект, просто Ctrl-C, Ctrl-V вне вот этих табличек, вне колонок просто заполнил. И за это, кстати, я очень сильно поплатился, потому что за первый этап у меня был чуть ли не минимальный балл, по оценке, то есть за очную защиту. Вот я просто подал заявку, ждал все лето, когда придут результаты, и там почти всех пригласили на очную защиту в Нижнем Новгороде, она проходила, при Волжском федеральном округе. Сейчас расскажу вообще, как у меня началась моя грантовая история, вообще этих социального проектирования, участия в грантовых конкурсах и так далее. Еще с 2020 года я познакомился с таким движением «Здоровая нация», что очень близко для меня было по духу, так как они развивали спорт, уличный спорт, вообще поддержание физического своего развития и здоровый образ жизни. У них на проектах я участвовал сначала как участник, сдавал нормативы, принимал разные челленджи. Например, нужно было каждый день прибавлять по 20 секунд в планке в течение 60 дней до Нового года. И я помню, что в конце, когда уже был там 31 декабря, нужно было выполнить на максимум, я помню, что буквально там чуть ли не 12 минут я встал в планке, все это через маленькую-маленькую подготовку, маленькие-маленькие шаги. Вот это один из челленджей, в котором я участвовал. Дальше меня там позвали для организации фестиваля самый спортивный, различных других проектов и предложили, давай ты попробуешь себя в грантовом конкурсе и напишешь заявку на региональный грантовый конкурс драйвер роста. Вот, я туда подал заявку, соответственно, мне там, ну, какие-то моменты подсказали, потому что я вообще сталкивался с этим впервые, защищал проект, ну, так как мне там и подготовили презентацию, и речь, так как у нас все равно это была командная работа, удалось защитить достаточно хорошо и получили финансирование на первый мой грантовый проект. Мне это понравилось, конечно, потому что, считайте, это как новый какой-то рывок, как руководитель проекта, вот, и это был первый проект, который, на который удалось выиграть грантовые средства. В дальнейшем мы там мониторили разные конкурсы и с каждым годом у нас в России вообще появляется большое количество конкурсов, грантовых, поддержек и так далее, то есть, можно, если есть какая-то классная идея, можно реально ее реализовывать при поддержке администрации, государства и так далее. Вот, и у меня зародилась такая идея, я занимался научных площадках с ребятами в университете Лобачевского, с ребятами из общежития, с студентами, и у меня зародилась идея, почему бы не развивать, не масштабировать данное направление, просто тренировки, совместные челленджи, соревнования и так далее. И вот, из этих идей маленьких зарождался проект Улицы спорта. В феврале я подал на первый грантовый конкурс Росмолодежь гранты, это первый сезон 2021 года, и в тот момент я не выиграл, мне не хватило там буквально нескольких баллов, это из-за презентации, это из-за плохого написания заявки, потому что заявку полностью писал я, и как бы понятно, что меня это немножко расстроило, я такой думал, столько времени на самом деле на это тратится, на подготовку, на написание заявки, но подумал, что почти уже все готово, осталось только произвести работу над ошибками и подать еще раз этот проект на конкурс. Соответственно, я подал его на драйвер роста, победил, получил небольшое финансирование для проведения тренировок, тренировок и соревнований финальных. И дальше на Росмолодежь, на форуме Метеор также удалось получить финансирование на этот проект, и мы начали делать выездные фестивали по Нижегородской области. И вот параллельно этому я подал заявку на Твой ход, вот этот проект. Когда я подал заявку, я взял просто тот проект, который был на драйвер роста. И я не знал, будет финансированный этот проект, не будет, буду ли я вообще реализовывать, но с той надеждой, что все-таки какие тренировки я проведу, чтобы в твоем ходе тоже принять счастье, а ведь в конкурсе Твой ход нужны показать результаты реализованного проекта. Вот, и в тот момент я просто подал заявку на шару, и вот так вот у меня сложились обстоятельства, что поддержал сначала, ну, начинание реализации этого проекта поддержали грантовые средства, а потом еще и удалось получить победу. Когда у нас была очная защита, мы защищались в Нижнем Новгороде, было два дня защит, первый день, второй день, разбитые участники все были по потокам. Я защищал свой второй поток, и одним из таких моментов удалось на площадку поставить свою часть проекта, чтобы каждый человек, каждый участник окружного этапа твоего хода мог попробовать потрогать этот проект. Вот, это был баланс борды, один из видов таких тренировок, соревнований, которые развивают координацию у человека. Вот, я туда поставил свои флаги, и я думаю, что это тоже повлияло на результаты, ну, возможно, повлияло, возможно, нет, повлияло на результаты очных защит. Так как за заочный этап у меня было небольшое количество баллов, а за заочный этап удалось набрать максимальное количество, там все просуммировалось, и мы нас пригласили на финал в Москву. Приглашали всю команду, но так как у меня команда там, кто учится, кто работает, кто чем занимается, ни у кого не получилось поехать на финал, так как это почти была целая неделя. Вот, и мы туда приехали как участники, как уже финалисты проекта «Твой ход». Нас было 250 человек, то есть буквально большая вероятность того, что 4 человека из 5 это победители, будущие миллионеры, потому что призовой фонд, тот приз, который дается победителям конкурса, это 1 миллион рублей. Это те люди, которые реализовали свой проект, внесли какую-то частичку себя, частичку своего проекта для улучшения студенчества вообще во всей нашей стране. Вот, и мы туда приехали, 250 человек, у нас была образовательная программа, были активности, и награждение было в последний день этого форума. И мы были на ВТБ-арене, сидели, ждали результатов, сначала награждали какие-то другие, а, сначала награждали команды, которые, там же есть три трека в конкурсе «Твой ход», определяй, в прошлом году было три трека, сейчас их осталось два, делай, это для проектов, для участников, которые хотят бороться за один миллион рублей, определяй, и еще какой-то трек, в общем, три трека было. Первые два трека сначала награждали, их награждали поездками по стране, от программ «Больше, чем путешествия», награждали ноутбуками, то есть там не только был призовой фонд в 200 миллионов рублей для 200 победителей, но и были призов-партнеров, это 50 тысяч бонусов от РЖД, то есть можно буквально в любую часть нашей страны поехать, вот, то есть принимать участие в твоем ходе нужно, важно и есть большая возможность для получения различных призов, вот, и мы сидели с моими знакомыми, с друзьями на награждении в ВТБ-арене и сначала там по 50 человек объявляли и просто по фамилии, то есть ходит такой-то, ходит такой-то, и ты как бы сидишь, ждешь, ждешь свою фамилию, и я прям, ну вот, знаете, наверное, есть такие мотивационные фильмы, клипы там в Ютубе и где-то еще, книжки разные есть, вот там, например, 7 новых высокоеффективных людей и так далее, честно, я вот в это верю, а я тоже, во-первых, перед участием в этом конкурсе и когда уже участвовал, я визуализировал, то есть вот то слово визуализация, которым, возможно, уже так замылено, но это лично для меня действительно работает, вот, я уже представлял, что на моей карте там есть сумма с 7 циферками, я такой ждал, когда же мою фамилию объявят, и я сижу, жду, 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 там, первые 50 человек уже объявили, там, каждых 50 людей объявляли разные люди, вот, и нас объявляют, там, того, того, слушают знакомые фамилии, думаю, надо порадоваться о них, типа, действительно, как бы, наши ребята, очень классно, что их оценили, вот, из Нижегородской области было 9 победителей, вроде 9 победителей было, все из университета Лобачевского, и вот, когда кого-то из наших объявляли, я прям, ну, очень радовался, потому что, действительно, как бы, классно, что такую, ну, в топ 200 людей входят наши студенты нашего региона, вот, но все-таки я ждал свою фамилию, как бы, так или иначе, я вот сижу, жду, 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 там уже первых 50 наградили, хорошо, другой человек выходит, дальше, дальше, ну, и понятно, что с каждым награжденным человеком вероятность того, что, ну, так как я математического склада ума, там, просчет вероятности и так далее, вероятность того, что вызовут именно тебя, она уменьшается, вот, я прям такой же сижу, понимаю, что не надо об этом думать, надо просто, короче, сидеть, кайфовать, и представлять, что, ну, когда-нибудь тебя вызовут, вот, и жду, жду свою фамилию, и там, еще приглашали молодых людей, чтобы они объявляли, там кто-то, например, зачитывал, как-то медленно, либо там, как-то долго зачитывали, вот, и там, меня награждали сотым, и там, в общем, получилось так, что вот вторую 50 награждает, там уже 48, 49, это получается, 98, 99 награждает, и молодой человек, он такой решил сделать паузу, но я такой думаю, точно не я, типа, ладно, посижу, а я сейчас так с карашкой сидел, потому что нас садили так, чтобы, например, финалистов садили, чтобы им можно было быстро выходить, вот, я сижу, сижу, жду такой, и, и, типа, Буторин, ё-моё, я так подумал, ё-моё, это я, что ли, я, честно говоря, не очень, в моменте, просто в одной секунде, я сначала не поверил, я такой, блин, круто, типа, и, знаете, это так было, как будто, как будто на тебя все папарацци вот смотрят, и ты такой, всё, надо красиво выйти, так тихонько, спокойненько, как будто ты уже, да, как будто ты уже безэмоциональный, такой, ну, как бы, я всё знал, ну, не, вообще, блин, я вот выхожу на сцену, думаю, блин, классно, типа, там ещё те ребята, которых со мной приехали, из Нижегородской области тоже, и они их, их тоже наградили в этот поток, и, блин, мы там всё просто, просто дали краба там, обнялись друг с другом, думаем, класс, вот, это как, такое вот маленькое подведение итогов, твоей реализации общественной, там, деятельности, то есть, действительно, твой вклад, твой, твои действия какие-то, их оценили, вот, ну, это как бы, такой приятный, чего, небольшой бонус, в виде одного миллиона рублей, вот, и в тот момент, в тот момент, конечно, я прям, испытывал такие чувства радости, и мне вообще, там, хотелось, не знаю, всем рассказать, но я, знаете как, я тоже к этому отношусь, у меня, к каждому моменту, короче, есть такие, то есть, когда я там, например, что-то покупаю, либо что-то выигрываю, я рассказываю только своим, либо, хорошим, лучшим друзьям своим, и родственникам рассказываю, вот, все остальные, как бы, ну, либо узнают, либо как бы не узнают, на мою жизнь это никак не влияет, вот, и поэтому я сразу же отослал там, у нас есть беседа семьи, я отослал в беседа семьи фотографии, вот с этой статуэткой, которую дали, а ты же просто вручили на сцене, просто статуэтку дали, там, ни чек, ничего, вот, я отослал, победил, я не такие, ты что, миллионер что ли теперь, я такой, да, есть немножко, когда был чел, призовой фонд, в конкурсе твой ход, 1 миллион рублей, я сначала думал, что я его вложу для ипотеки, для покупки квартиры, в Нижнем Новгороде, но посмотрев цены, прикинув, что, на тот момент я уже устроился на работу, но рассмотрев там ипотеку и так далее, возможности для приобретения квартиры, которые я бы хотел, у меня не было, потому что там больше 50% был ежемесячный платеж, я такой подумал, что пока эти деньги не трачу никуда, положу их на вклад, на вклад, под 7% годовых, что ли, получается 7% годовых на тот момент, в конце 21 года, на полгода, то есть выходило 36 тысяч рублей сверху после прохождения полугода, ну и, конечно же, за это время квартиры, машины и все остальное подорожало не на 3,5%, как мне пришли проценты на вклад, а буквально на 10-15% все подорожало, то есть в тот момент, например, Лада Гранта стоила около 700-800 тысяч рублей, стал стоить под 900, квартиры также подорожали там буквально 300-400 тысяч, то есть если есть какая-то идея, куда можно вложить эти деньги, лучше их тратить почти сразу, либо вкладывать, ну уметь там вкладывать в те активы, которые приносят дополнительный доход, либо вкладывать в образование, либо вкладывать в то, ну покупать то, что действительно тебе пригодится в дальнейшем, вот, и сейчас я приобрел себе автомобиль, Ладу Гранту с салона, и она мне вышла миллион рублей. Вообще к своей жизни я отношусь не сильно эмоционально, то есть потому что бывали разные моменты, в общем, у меня там личная история есть, когда ей там пистолет направляли, потому что я жил в небольшом городе, вот, и пистолет направляли, и там чуть ли руки не обморозил, и были радостные моменты, вот, я как бы к своей жизни отношусь ровно, то есть если что-то такое классное, приятное случается, ну как бы отлично. А по поводу выгорания, вообще вот эта депрессия, выгорание, как таковой, я, наверное, не сталкивался, но может потому что я не ассоциирую это, например, ну и бывает усталость, бывает, когда ничего не хочется делать, когда понимаешь, что там устал и так далее, но это не сопоставляет, что, например, этот момент связан с выгоранием своим, это просто как бы, можно сказать, лень, либо надо уже действительно отдохнуть, то есть перезагрузиться, заниматься какой-то другой деятельностью, в чем очень сильно мне помогает спорт, потому что он разгружает головной мозг, и у тебя как бы фокус внимания переключается на другое действие, и вследствие этого там кровь перетекает из мозга в мышцы, и ты так перезагружаешься постепенно. это лучшие друзья, во-первых, это моя мама, вот, ну ценности, которые действительно как бы для меня важны, на которые там делаю, выделяю там большое количество внимания, ну, хотелось бы, конечно, больше, там, времени, внимания, стараюсь маме чаще звонить, там, ездить, но всегда по-разному получается, вот, также, я думаю, что очень такая ценность, если переходить к каким-то чертам характера, к привычкам, это дисциплина, вот, что я очень хочу в себе выработать, в каких-то определенных моментах, например, распорядок дня, распорядок, там, пространства, где я живу, работаю и так далее, вот, дисциплина очень важна и нужна для людей, которые хотят чего-то, ну, выстроить системность, в своей жизни, потому что сейчас, работая, например, учаясь, вообще живя, очень много всего несистемного, то есть, что-то там появляется, то есть, даже если распределить свой день, там, по минутам, возникают какие-то моменты, которые сбивают тебя, и ты уже не так настроен на выполнение каких-то действий, вот, то есть, дисциплина и системность, это важны, ну, как я считаю, у меня и во всех моментах это есть. Сейчас я работаю в администрации города, Нижнего Новгорода, в отделе по молодежной политике, в команде «Молодой Нижний» мы реализуем различные проекты, мероприятия, проводим грантовые конкурсы, стипендиальные конкурсы, куда всех привлекаем, приглашаем для участия, потому что это одни из тех мер поддержки, которые важны для молодежи и помогают самореализовываться. Также я сейчас реализую проект региональный, продолжаю его реализовывать, тот проект, с которым мне удалось победить в конкурсе «Твой ход», это «Улица спорта». В свободное время устраиваем различные коммуникации, развиваем мы открытые тренировки и выездные мероприятия. Ну, сейчас время переходит в зимнее, поэтому пока проект у нас консервируется, и мы ждем следующего года. Также вот продумываю, как привлекать на него средства, так как проект грантовый, и вот это одна из таких несистемных моментов, когда если это проект грантовый, продолжение его всегда трудозатратное, так бы я сказал. Потом я еще стараюсь в свободное время заниматься спортом, гулять, все как всегда в общем. Ну, после работы, после 6 часов, там, в 6.40, уже времени на какие-то другие действия остается не так много, и все равно силу нужно распределять так, чтобы еще успевать реализовывать проект и заниматься какой-то своей личной жизнью. Почему важно быть активным в студенчестве? В первую очередь, это наработка каких-то связей, связей с людьми, возможно, это твой будущий партнер по бизнесу, либо это твой друг лучший, либо, там, возможно, твоя будущая жена и так далее. То есть, связи очень важны, общение с людьми, потому что через общение человек узнает какие-то новости, получает новые навыки, опыт и так далее. Активным в студенчестве нужно быть, потому что для получения новых знаний, навыков, также для получения опыта, потому что, когда человек рождается, все равно мы изучаем этот мир через действия, так или иначе. Когда нам расскажут, что за окном холод и туда ходить нельзя, мы все равно, возможно, в это поверим, но нужно самому через это пройти, прочувствовать. Поэтому, чем раньше человек начнет чем-то заниматься, пробовать, тем быстрее он осознает это на себе, действительно ли это так, какие механизмы работают и так далее. Поэтому нужно быть активным. Что сейчас? Я тоже стараюсь найти какие-то механизмы, как стать богатым. Пока не получается, честно говоря. Нужно пробовать. Нужно общаться с людьми, которые этого достигли и узнавать у них, как это получилось, что важно. На данный момент для меня. А вообще, если человек хочет в какой-то сфере развиваться, нужно общаться с теми людьми, которые достигли какого-либо результата в этой сфере, поняли, как механизмы в ней работают и так далее. То есть важно общение, важна активная жизненная позиция. Стать богатым – это как база, как основа для того, чтобы были возможности реализовывать то, что человеку хочется. Потому что в данный момент, ходя на работу, все равно люди ходят на работу для самореализации, конечно же, для того, чтобы направлять ту энергию туда, куда тебе нравится, ну и, конечно же, для заработка денег. Хотелось бы найти определенные инструменты для того, чтобы не думать о тех моментах, а думать о том, что действительно хочется. Если по целям смотреть, то, конечно же, так как я из другой области, хотелось бы основаться в Нижнем Новгороде, потому что город Нижний Новгород и Нижегородская область мне нравятся. Это динамично развивающийся регион во всех сферах деятельности, как в молодежной политике, так и в социальной, и в экономической. Хотелось бы здесь приобрести квартиру. Ну, это если смотреть из материальных ценностей, то есть это, конечно же, какая-то база, основа, дом, квартира, куда человек бы, я приходил, и где бы было бы спокойно, и я бы там, например, перезагружался от рабочего дня. А по нематериальным ценностям хотелось бы развивать свои навыки коммуникации, навыки вообще общения, мышления, для этого читать книжки. Но не всегда на это время выходит. Ну, нужно расставлять приоритеты. Вообще, в будущем я вижу себя так, что, например, мои там дети подходят ко мне, как отцу, а я им что-то рассказываю, действительно даю те механизмы, которых мне не хватало в детстве. И вот я бы хотел восполнить, наверное, какие-то свои там, детские пропуски, и чтобы в дальнейшем в моем, ну, моих детей такого не было. То есть, чтобы я как отец мог бы передавать им свой опыт, знания, и чтобы их жизнь была спокойная и продуктивная. Фраза. Меньше ной, больше делай. И верь в мечту. Молодость летит, светлая птица, так прекрасны твои дни, но календарь целяет страница.